Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1334. Тема «Деньги». «Объясните порочность страхования жизни, имущества. В Библии такой практики вроде бы и не встречается», — отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Бог дал нам жизнь, и Он дарует ее продление, и Он же полагает ей предел. Те, кто придумали страхование людей, они меньше всего думают о людях, это им выгодно. В случае несчастья они обещают мне что-то вернуть из того, что я им отдаю, а если несчастье не произойдет, то мои деньги пропали. Получается, что, прося у Бога благословения на безопасный день, я гарантирую, что деньги мои отдаю в суе». Исайя 28.15. «Так, как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до вас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя». Исайя 28.18. «И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнюю не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны». «Страхование имущества что-то может тебе вернуть в случае пожара, кражи. Для неверующих в этом есть смысл, а для верующих, которые во всем уповают на Бога, это прямо противоречит всем его молитвам. Слово «уповать» встречается в Библии 155 раз. Вторая царствия 22.3. «Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждения моё и убежище моё, спаситель мой, от бед ты избавил меня». Псалтирь 24.20. «Сохрани душу мою, избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю». Псалтирь 85.2. «Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред тобою, спаси, Боже, раба твоего, уповающего на тебя». Притчи 3.26. «Потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления, Господь наш хранитель, и всё в его руке». Земля от света повернёт во тьму, И ветер северный меняется на южный. Я ничего с собою не возьму, И потому мне ничего не нужно. Что было прежде, будет и потом, Что было сотворённым, сотворится. Сегодня смех, веселье полон дом, А завтра всплачет тот, кто веселится. В моря из рек текут потоки вод, Чтоб облаками возвратиться в реки. Приходит род, и вновь проходит род, И только ты господствуешь во веки. Восходит солнце и зайдёт опять, Чтоб воссиять по-новому над тьмою. Мне ничего не страшно потерять, Будь только ты, царю царей, со мною. Всему под небесами свой черёд, Своя пора и время всякой вещи. Блажен, кто эту истину поймёт, Но при блажении обретшей вечность. Людская память — вечная вода, Она умрёт, как город осаждённый. Блажен, кто никого не осуждал, Но при блажении за правду осуждённый. Безумию под солнцем нет конца, И мир на Бога возвеличил слово, Восстала тварь на своего Творца, И это тоже на земле не ново. Нечестью живущих нет границ, И люди жить и умирать устали, О семя люботеев и блудниц, Когда б вы знали, на кого восстали. Не возноситесь, судья воздаст, И это будет бедствием из бедствий. Светы твои слова, Екклесиаст, Всё, что без Бога, суета, суетствий. Но верю я, что истина сама Вовек восторжествует над землёю, И будет свет, и посрамится тьма, И сокрушится всяк Творящий злое. И романах Роман, 1987 год.